Вы это можете выложить, но сама же соцсеть это и заблокирует. Заблокирует, да. Замрите, сейчас вылетит птичка, да? Не всегда. Из раза в раз повторяется вся эта ситуация. Да, да, невеста на ладошке, классика. Виталий, приветствую. Сейчас постараюсь забраться к тебе сюда, плюх. Слушай, сегодня у нас к тебе вот такой вопрос от наших подписчиков, читателей, зрителей. Чем отличается фотограф от видеооператора? Потому что бывает как, что на свадьбе бывает и видеооператор, и фотограф. Некоторые говорят, я хочу только фотографию. Кто-то говорит, нет, я хочу только видео, у меня там родственники будут смотреть. Вот расскажи, пожалуйста, чем отличается фотограф от видеооператором? Ну, Максимилиан, на мой взгляд, да, это такой провокационный вопрос. На самом деле и то, и другое имеет право на жизнь. Но мы должны понимать, да, что фотография это некое мгновение, запечатленное на кадры, да. Непосредственно какое-то, если действие происходит активное, то лучше, конечно, снимать на видео. То есть, смотри, фото, это ты смотришь потом в альбомы фотографии, да, там красивый постановочный. То есть, замрите, сейчас вылетит птичка, да? Не всегда, зачастую, как бы, живые фотографии непосредственно с каких-то, там, не знаю, конкурсов, из чего-то еще, они, ну, зачастую даже лучше, чем постановочные фотографии, да, потому что там присутствует живая эмоция. То есть, живая эмоция, это гораздо лучше, наверное. Конечно, конечно, конечно. А как же фотосессия? Не, ну, давайте так, много ли из врачующихся, как бы, закончили, не знаю, там, театральные курсы или курсы актерского мастерства? Нет, конечно. Конечно, поэтому существует куча огромных роликов, да, когда жениха ставят, как, простите, господи, бревно, да, а все остальные вокруг него танцуют, пляшут, и молодые. Да, да, да. В общем-то, как бы, из раза в раз повторяется вся эта ситуация. Бывает такая ситуация. Бывает такая ситуация, да, да, да. Вот, ну, мы мужчины, как бы, народ брутальный, да, как бы, нам... Можем бы стоять, да, вот так вот с ручкой. Да, 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 невеста на ладошке, классика, да. Вот, но в тот же момент, если происходит некая движуха, конечно, она гораздо информативнее и лучше смотрится на видеоролике. Но в чем же все-таки отличие между видеофиксацией и фотофиксацией, да, вот, допустим, именно свадебного торжества? Не номера, когда вы едете 120, а именно свадебного торжества. Слушайте, ну, отличие, как минимум, в подготовке, отличие, как минимум, в технике, отличие, да, даже в способе просмотра, да, то есть видео вы не положите к себе там в карман, я имею в виду традиционный альбом, да, какой-то. То есть это минус? Это минус, это огромный минус, но с развитием технологий, да, вы сейчас, опять же, можете залить это по закрытой ссылке, да, и там друзьям своим запостить, то есть чтобы, как бы это было без общего доступа, то есть это тоже важно. То есть тоже есть минус скорости передачи данных, потому что у кого-то хорошо это скачается, там, допустим, 5-6 гигабайт или 10, а у кого-то это вообще не скачается. Да, 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 да. Виталий, а в чем плюс фотографии? Плюс фотографии в том, что она бессмертна. Бессмертна, да. Да, 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 ну, дело в том, что, скажем так, музыка, какую бы вы ее ни поставили, да, она так или иначе устареет. Да. А фотография, это некая классика, которая останется с вами навсегда, в ней есть эмоции, в ней есть вы, да, и это самое главное, в ней нет ничего лишнего, а если это еще и ЧБ, да, то там вообще отвлекающих факторов нет, да, и, соответственно, получается так, чтобы эту фотографию... Виталий, еще такой вопрос, наверное, заключительный, скажи, пожалуйста, что сложнее готовить, фотосессию, допустим, на садинном торжестве, либо все-таки видеосъемку? Я считаю, что это, наверное, обоюдно сложный процесс, все зависит от фотографов и видеографов, насколько серьезно они подходят к процессу, потому что вопросов везде хватает, и в той, и в другой отрасли. Они, в принципе, сейчас, ну, почти взаимопересекаются, нет, я бы не выделил какого-то лидера. Хорошо, и заключительный вопрос, скажи, пожалуйста, что все-таки выбирать на торжество, фото или видео? Ну, как фотограф я рекомендую выбирать фото, да? Потому что видео снимают на фотоаппараты. Да, 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 сейчас большинство видеооператоров, которых вы пригласите, однозначно будут снимать это все дело на фотоаппараты. Правда, и фотоаппараты, простите, господи, не стоят на месте, они ушли вперед и сейчас обладают огромным количеством видеофункций. Вот, ну, дело в том, что все зависит от вашего бюджета, если у вас есть возможность, значит, вы заказываете и то, и то, если нет, то я бы отдал предпочтение фото. То есть фото все-таки, оно более универсальное? Ну что же, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы Виталию, мы на них с радостью ответим. Виталий, ответим на вопросы? Обязательно. И увидимся в следующем видео. Всего доброго. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова